Можно первая колонка, 95-й, там есть какие-то баллы, акции, которые можно осмотреть. Достаточно высокая цена. Насколько она поднялась приблизительно? Где-то месяц назад я заправлялся за 40 рублей. И меня тогда уже эти цены немного шокировали, потому что без объявления войны нам подняли цены на бензин для всех автомобилистов. Это не очень приятно. Скажите, давно у вас ваша машина, вот эта Жигули? С 11-го года. Повышение цен на бензин вы на себе уже ощутили? Ну, только сейчас заправка приехал. Намного повысилось? Почти на 5 рублей. На 5 рублей. Ощутимо это на вашем семейном любви? Есть вот какой-то порог по цене, после которого вы просто откажетесь от поездок на своем автомобиле? Да кому это интересно? Откажусь я, не откажусь. Наверху они уже все продумали и как было, так и будет. Давно вы заметили, что повысились цены на вашем... Последние 2 месяца. Повышение идет, да? На вашем семейном бюджете это сказывается? Ну, как вы думаете, у пенсионера много денег что-нибудь? Как вы думаете, кто виноват в повышении цен? Кто виноват? Мы все и виноваты. А вот какая цена должна быть, чтобы вы отказались вообще от машины, от своей собственной? Люди не будут отказываться от машины. Будут, наверное, на последние копейки ездить. Потому что у нас век 21 век, мы должны ездить везде на машине. Машина это сверху передвижения. Самая большая держава, которая имеет большие запасы нефти и газа, повышает цены. В той же Америке особо не такие же цены. Недовольство абсолютно. Денег теперь надо больше, особенно страдают водители. У кого большие машины, у которых как не его много едят, стоит задуматься о приобретении электрокары. А ваша машина это необходимость или... Необходимость, конечно. В основном на что используете? Для работы? Для работы, да. Вот загрузился, пивом там загрузился потихоньку. Вы не ехали в области. Индивидуальный предприниматель, да, и машина это ваше собственное. Конечно, да. Цена, после которой вы откажетесь от использования автомобиля своего? Пока нет. Как не будет нужны тогда только. А сейчас никак без машины в наше время, абсолютно никак. Особенно в городе. Слишком высокое повышение на бензин. Оправдывает вообще это все? Нет, конечно. На вашем бюджете это сказывается как? Очень сказывается. Как сильно? Я управляюсь очень много в день, а цены дорожаются. А вы используете машины для работы, да, в основном? Поэтому мой заработок становится меньше каждый день. Есть какая-то цена, после которой вы откажетесь от автомобиля? Нет, скорее всего нет. Потому что это заработок. Хоть какой-то, но заработок. Какой бензин? Каждый день подорожай. Это вообще, ну, не по-человечески. 92-й заправляется? 92-й, да. Это нефтяная страна. Должны быть для россиян нормальные условия. А как вы думаете, почему поднимаются цены? Кто виноват в этом? Миллер виноват. Кто виноват? Это идет наверху, все. У нас, говорится, вода сверху грязная идет. По-русски это рыба с головы. Все оттуда. Вот есть такая цена на бензин, после которой вы просто откажетесь от машины? Все, мы все откажемся. Конечно. А в Таджикистане, кстати, как появилось это с ценой на бензин? Там тоже такая же... Там сейчас примерно цена вот чуть-чуть дороже, чем в России. Ну, раз здесь поднялась, там тоже сейчас поднимется. Но там в основном все на газе, все на газе выходят. Там любая машина на газе. Вы работаете таксистом, это ваша машина? Или вы ваше? Как на бизнесе на вашем это сказывается? Ну, как бы я и так работал на один лукол, и до этого работал. Потому что мне, допустим, чтобы тысячу заработать, мне на тысячу надо было бензин и раньше залить. А сейчас уже получается, чтобы тысячу заработать, уже надо на тысячу 300 залить бензина. Предел какой ценовой, вот когда вы откажетесь от машины и от бизнеса? Куда еще будет расти это цена? Да, не откажешься, в любом случае не откажешься. Как бы воровать же не пойдешь, в любом случае будешь работать. Но цена бензина должна стоить 10 рублей. А на газ не хотите перейти? Вот сейчас я его выкупил, скорее всего буду переходить на газ. Просто до этого в аренде было. То есть вы посчитали, да, вложение на то, чтобы переоборудовать? Ну да, 50 тысяч, она всего там недорого. С небольшим бюджетом, да, что у нас наша семья. Ребенок один болеет, да, у нас заболевание. Приходится возить везде, по больницам, по поликлиникам. Естественно, заправляешься. И финансово это очень бьет по карману. Какая цена для вас предельная будет, когда вы откажетесь от автомобиля? Мне кажется, я уже скоро откажусь от автомобиля, потому что очень, очень бьет по карману. А вы машину используете как необходимость или как средство? Как необходимость. Работаете? Работаю, да. Предельная цена, вот когда вы можете отказаться от своей машины, от использования? Придется скоро отказываться. Это какая цена может быть? До 50 дойдет, где у нас второй. И тогда уже общественный транспорт, да? Куплю велосипед. Продолжение следует...